Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Юбилей по рабочему графику. До начала отопительного сезона всего два дня. Добро пожаловать в Анапу. В сельские округа курорта приезжают врачи по программе «Земский доктор». Сегодня глава города-курорта Сергей Сергеев отмечает не обычный день рождения, а юбилейный. Хотя отмечает громко сказано – в рабочем графике руководителя этот день просто рабочий. С самого утра в адрес Сергея Павловича приходят десятки поздравлений из самых разных уголков нашей страны. Но самые ценные, конечно, принадлежат анапчанам. «Нам хочется поддерживать нашего главу во всех начинаниях. Он сам дает нам стимул к новым достижениям», – так пишут члены Координационного совета по деятельности органов ТОС Анапы. А еще мы очень благодарны Сергееву за то, сколько зеленых зон он обустроил в нашем городе, сколько скверов и парков появилось за последние три года. Письмо активных анапских общественников опубликовано в сегодняшнем номере главной газеты Краснодарского края «Кубанские новости». Как и поздравление председателя Анапского совета ветеранов Анатолия Гапонова, в нем частности говорится, для нас, ветеранов, самое главное – внимание. С первых дней на посту главы нашего города-курорта Сергей Павлович дал понять, что забота о старшем поколении для него не лозунг, не громкие слова. Это его самая настоящая жизненная позиция. «Пусть еще долгие годы ваша созидательная деятельность будет ярким примером жить и трудиться, успешно строить завтрашний день, созидать и верить в победу», – написал в поздравительной телеграмме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В телеграммах председателя ЗСК Владимира Бегетова, вице-губернатора Анны Меньковой, депутатов Государственной Думы, глав городов и районов края – не дежурные пожелания, а искренние знания человека и руководителя, которому в начале нового жизненного года желают новых сил и дерзаний. На каждое поздравление у главы нашего города есть многолетняя привычка отвечать письмом с благодарностью. Эта черта характера говорит о его умении ценить дружбу и людей, вне зависимости от статуса и должностей. Наполняемость бюджета прививочной кампании – освобождение улиц и пляжей от несанкционированных торговых конструкций. Эти и другие актуальные темы обсуждались сегодня на общегородском планерном совещании в администрации. Продолжается формирование бюджета на будущий год. Какой будет статья доходов напрямую зависит от налоговых сборов. Пока они не дотягивают стопроцентного показателя, на курорте будут идти рейдовые мероприятия по неплательщикам. Важные социальные темы подняла заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. 56% анапчан привиты от гриппа. Волна желающих защитить свое здоровье схлынула. Настало время убеждения. Я бы попросила поработать абсолютно всех вас, руководителей, со своими работниками. Нужно людям объяснять все-таки, что они должны сделать эту прививочку и защитить себя от такого заболевания, как грипп, в будущем. Разъяснительная работа с населением нужна и в вопросе противопожарной безопасности. Трагедия в станице Хомской, где в огне погибли семеро детей, стала страшным уроком. Сегодня, уважаемые родители и руководители, всем детям розданы памятки, проведены классные часы, проводятся беседы. Во всех учреждениях проведены внеочередные инструктажи по пожарной безопасности. Мы укрепили работу в этом вопросе по закону 1539 главам сельских округов. И, наверное, уже получили, мы разослали письма на то, чтобы обратить внимание. В первую очередь, внимание требуют неблагополучные семьи. В каждой из них надо побывать главам округов. С окончанием сезона работа с нерадивыми предпринимателями не закончилась. Службы освобождают город от брошенных некапитальных конструкций. Управление торговли совместно с управлением архитектуры провело работу по явлению законности размещения этих объектов, соблюдения границ кадастрового участка и церевого назначения. Мы начнем, наверное, с Витязева, с Паралии и также курортных улиц Стамира, Светлая и Черноморская. Все выявленные комиссии и самовольно установленные павильоны будут демонтированы. 15 октября в дома анапчан начнет поступать тепло. Отопительный период стартует на курорте в соответствии с постановлением главы Анапы Сергея Сергеева. 16 октября все муниципальные образования должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. На устранении замечаний Ростехнадзора остались считанные дни. О проблемах говорили на краевом видеоселекторе под председательством вице-губернатора Кубани Сергея Алтухова. Когда общекраевая повестка была исчерпана, глава Анапы поставил задачи перед городскими службами. По тепло-сетям ежедневный доклад о экономической ситуации, о текущих платежах и о открытии кредитной линии. Подчеркиваю, ежедневный. Следующий вопрос. Замечание Ростехнадзора. То же самое. Ежедневно докладываете. Ежедневно по каждому пункту. Сегодня на общегородской планерке начальник управления ЖКХ доложил о готовности объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к зиме. Проверки предприятий и организаций идут с начала недели. Сети и котельные готовы. Ежегодный проблемный вопрос. Котельная в Киблерово. Объект Минобороны. Три котла в строе. На четвертом завершается ремонт. Мы выезжали на эту котельную. Значит, в настоящее время проводится обмуровка котла. Ждут часть котла, это горелку. Сейчас она уже практически на днях ее поставят. РО Ростовский заверил нас о том, что до 15 октября все работы по этому котлу будут выполнены. Социальные объекты по заявкам руководителя и тепло может подаваться уже в эти дни. К застройщикам Анапы городские власти предъявляют единые требования по соблюдению санитарного порядка. Они касаются и состояния спецтехники, которая передвигается по дорогам курорта. Стройплощадки, не оборудованные мобильными автомойками, в списке штрафников. Грязные спецтехники – не место на городских улицах. Со стройплощадок машины должны выезжать с чистыми колесами и кузовом. Для этого застройщикам надо позаботиться об оснащении стройплощадок мобильными автомойками, обеспечить твердое покрытие на въездах и выездах. Невыполнение этих элементарных требований влечет за собой административную ответственность. Муниципальный контроль ежедневно проводит мониторинг строек. И застройщикам экономнее соблюдать правила благоустройства. Сумма штрафа на должностное лицо составляет 5000 рублей. На юридическое в 10 раз больше – 50 тысяч. За повторное нарушение штраф значительно возрастает. С целью улучшения медицинского обслуживания на селе в 2015 году продолжает действовать программа «Земский доктор». Специалисты, решившие продолжить свою карьеру в сельской местности, в качестве подъемных на строительство или приобретение готового жилья получают в 1 миллион рублей. В сельских амбулаториях по-прежнему остро стоит кадровый вопрос. Не хватает узких специалистов, терапевтов. Неплохой стимул – получение подъемных на приобретение жилья. Копилку медицинских кадров курорта уже пополнил 21 специалист именно в рамках программы «Земский доктор». Мария Ткаченко получила долгожданный диплом о высшем образовании всего год назад. Когда встал вопрос о дальнейшем трудоустройстве, переехала в Анапу. Специалистов таких мало здесь. Поэтому, наоборот, пациентов очень много. Все идут, идут, идут. Так что практика получается солидная. 35-40 пациентов в день удается принять. Молодому специалисту приходится непросто. Тяжело очень самому доктору одному всего добиваться. Миллион рублей, полученный в рамках программы, стал для нее хорошим подспорьем в приобретении квартиры. В этом году возрастной предел участников программы увеличили до 45 лет. Возможность улучшить жилищные условия появились не только у молодых специалистов. Решила попробовать, потому что шанс неплохой. Я переехала сюда, переехала сюда с другого региона. Поэтому, конечно, если обживаться здесь, то это хорошая возможность вложить эти средства в покупку хотя бы жилья, чтобы здесь остаться, жить и работать. Работы у педиатра немало. В селе Витязева рождаемость высокая. Потому долгожданный врач-педиатр не сидит ни минуты. Мария отмечает, что дети в селе более здоровые, чем в большом городе, откуда она приехала. Маленькие пациенты делятся с ней своими переживаниями и внимательно следят за каждым движением. Главное – лечить малышей с любовью и теплотой. Тепло и море привлекло в когда-то родной город Анапу и Романа Требухова, опытного хирурга. Несмотря на 12-летний стаж, выбранная специальность по-прежнему для него самая лучшая. Программа «Земский доктор» стала дополнительным стимулом для переезда. Об этой программе уже давно слышал. Так как работал в городе, жил в городе, не было возможности воспользоваться. Приехал всего. Здесь сотрудники, коллеги рассказали, что получают деньги. И тоже оформил все эти документы. Это уже привлекло тысячи специалистов в село. И специалистов не только молодых, скажем так. Возраст сейчас расширен до 45 лет. Поэтому, безусловно, эта программа действует. Еще одна сторона медали – специалист должен 5 лет отработать в сельской местности. А поскольку часто узкие врачи здесь в единственном числе, приходится совершенствовать свои знания и умения, получать опыт и повышать качество лечения пациентов. «Замечательно действует эта программа, потому что мы могли приблизить к себе узких специалистов и непосредственно к пациентам. Им не нужно ехать в город, куда-то, может быть, иногда даже в Краснодар. Они могут получить квалифицированную консультацию здесь». «В этом году к нам пришли терапевт, педиатр, лор, врач, хирург. Планируем еще всего, тоже в этом году, надеемся, что мы пролицензируем эндокринологию. Вот нам придет молодой доктор-эндокринолог и врач-невролог». В Витязевской амбулатории кадровый вопрос остроту потерял. Правда, встал новый – строительство или оборудование дневного стационара. Пока это только в планах. Завершились 15-е всероссийские соревнования по боксу памяти героя России Виктора Амелькова среди юниоров, юношей и девушек. Выступали спортсмены из шести субъектов Российской Федерации. В честь Анапы представили воспитанники спортивных школ номер один, три, шесть, семь и завоевали три первых, пять вторых и одно третье место. И в продолжение темы. Сегодня на курорте стартовали финальные соревнования первенства края по волейболу. На финальные игры приехали сильнейшие команды – прославленные волейбольные клубы из Крымска, Староминской, Сочи и Краснодара. Но это только придало нашей команде азарта и стремление к победе. Чтобы попасть в финальный этап соревнований, команда «Анапчанок» прошла серьезный отбор. Наши волейболистки уже встречались на поле с серьезным противником – командой из краевой столицы. «Анамапчан» помнит эту игру, ведь она забила немало мячей на сторону противника. Впечатления от первой игры были достаточно хорошие, игра была тяжелая, но мы одержали победу. Команда хорошая, поэтому мы будем стараться. Команда из Краснодара «Анапу» любит не меньше родного города. Капитан команды Алиса Глушенко отмечает, что в «Анапе» по-особенному играется. Чувствуется поддержка от всего города. «Анапа» – это уже, можно сказать, наш родной город. Все соревнования проходят здесь. Мы уже все «Анапу» доизусть знаем. И зал нам здесь очень нравится. В этой игре «Анапа» одержала очередную победу над Краснодаром со счетом 3-1. Лучшие игроки войдут в состав сборной Краснодарского края, которая выступит на первенстве России. Завершит выпуск прогноз погоды. В среду, 14 октября, в «Анапе» пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем 10-13 градусов со знаком «плюс». Ночью до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Осень – пора меняться. В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа – можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. В комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.